Так, ну шо, ребятушки, всем доброе утро, пора вставать, надо ебать, погнали! Багира на чиле на расслабоне, да, Багир? Саша помогал вас потунить? Рыбок, ребятки, покормил, кушунит, топчет. Кормлю два захода, две пучечки даю, они чуть поклюют, поедят, еще две пучечки корма даю. Надо, кстати, корм заказывать, боже. Вот это у нас и все, и рыбок нечем кормить. Вчера одна рыбка погибла таки, вот ее уже доедают улитки, не стал ее выбрасывать с аквариума. Тоже улиткам какой-никакой корм, белок. Вот, кстати, на удивление, ампулярия тоже хавала ту рыбку, снежинку. Все-таки, когда свет на три часа выключают, у нас на три часа выключают, насколько у вас, ребятки, выключают, то рыбки постепенно начинают дохнуть, задыхаться в аквариуме. Мальков-то уже покормил, топчут потихонечку, подрастают малыши. Ну а что, пробежит неделька-две месяц, и будут уже конкретные рыбки. Уже будут на рыбку похожи, не манюсенькие такие плывут, а уже как рыбинками. Кому, кстати, интересно за черепах, ребят, вчера первый раз черепахи проснулись и попросились покушать. То есть, корма давали моим гранулы, кушали они. Луска, видите, тоже сошлась черепахи с одной. Вот там вот в воде, то луска все. Вот это я в основном, с пацана. Пацан смотрит, привет вам передает, лапкой машет. Вот, так что я к чему, ребят? Если черепахи уже проснулись, то скорее всего холода уже не будет, будет тепло. Вот такие наши наблюдения. И у них уже, короче, начинается весна. Такие ребятки делают. Так что, вряд ли будут холода, скорее всего потеплеет. Трактор накормленный сидит, все чики-брики. Надо, кстати, окошко открыть, чтобы чуть-чуть солнышка хоть в дом попало. Ребятушки, готовлю перекус таксиста Чек, дорого-богато. Завтрак олигарха, по-другому можно назвать. Ре яичко, ребятки. Что вы там? Кто что кушает? Всем приятно. Такой салатик себе еще сделал. Капусточка, цебулинка и оливковое масло, ребятки. Всем приятного. Горячее очень полезно, куча бифидобактерий и так далее, и тому подобное, что кишечник скажет только спасибо. А ну, напишите свое мнение в комментариях. Ребятушки, вот такой у меня получился скромный завтрак. Немножечко припудрено майонезиком, нашел какой-то тут оладик еще есть, маленький, и капусточка. Всем приятного, кто кушает. Ну, ребятушки, туда-сюда-сюда-туда и выключили свет. 5 часов, 5 минут вечера было. 5.05. Рыбки без света, мы все без света. Вот так вот. А чем я занимался все это время, вы сказали, монтировал видосики вам. Три видосика смонтировал и уже кучу-кучу времени потратил. Вот я, кстати, вторым телефоном себя подсвечу. Так это и выглядит, чтобы хоть что-то вам там было видать. Ну что, давайте сейчас сниму, как там рыбки беденькие. Вот рыбки, байрактар, багира тасует там. Тут чуть приятно в багир. Камушки ест. Рыбки, видите, сразу все собираются кверху. Дышать особо им нечем. Даже улитки повылазили. Тяжело им, конечно, без света. Для рыбок, конечно, лучше, если бы выключали на полтора часа. Там с утра и ночью. Когда-то. Хотя, просто их тут перенаселение большое. Если бы было меньше, им бы было проще и легче. Других новостей. На аквариуме у меня вот этот телефон, с которого я записываю видео, ловит, вот так надо, ловит интернет. Но с самого телефона невозможно заходить. А если раздать, то можно хотя бы там что-то заказать. Вот рыбкам корм, я только что заказывал, ребят. Заказал рыбкам корм. Получилось. 110 гривен зелененький. Заказал там такой. С водорослями. И, собственно, нури там. И вот это еще зеленая водоросль. Забыл какую. Ну, короче. Придет, покажу. И тетру обычные, короче, хлопья. Корм подорожал. Тот, который стоил 125, уже стоит 140 гривен 100 грамм. 100 грамм корма хватает мне меньше, чем на месяц. Где-то на месяц. Вот так вот. Такие дела, ребят. Такие делишки. Погнал я, короче, в погреб. За картошечкой надо слазить, чтобы вечером приготовить картофанчик. Погнали посмотрим, как там у него в погребе. Как я там обустроился. Потому что, в случае чего, ныкаться надо туда. Короче, ребятки, не знаю, что вам там видно. Я шурую, короче, в погреб собираюсь. Снимаю вот так, держу телефон. Так что мне без суть есть еще. Выходим, что тут давайте посмотрим. Зевс есть? Опа! Зевс, ты тут? Ты хороший. Ты мой зайка. Ты ждал, ты уже чувствовал, что выйдет Саша. Будут игрища такие тут устраиваться, скажи. Игрульные игрища будут. Собачиные тут устраиваться. Бои, забеги. Малыша ты моя. Подписчикам привет передай. Может, как выйду, купим тебе кисточок вкуснейших, самых лучших в мире. Погнали в погреб, Зевс. Пойдем. Так, погребок. Открываем. Что мы видим? Ох, а тут, гляньте, снег. Видите, блестит как. Вот так. Кстати, всегда погреб проветривайте, ребят. Чтобы это самое дышало все. Вон, туалет там внизу стоит. Ну, погнали сейчас покажем все. Такие ступеньки тут у меня огромные. Так. Вот. Туалет, видите, стоит переносной. Водичка есть. Такие дела. Капустынка замотанная. Бурячок. Это тоже мне надо забрать. Вот тут вот так мы прикрывали. Раньше, чтобы, когда мы сидели первый месяц в погребе. Вот так вот. Чтобы не дуло. Чтобы тепло там собиралось. Так. А что тут такое? А это вино, которое не получилось, но жалко было выкинуть, видите, ребят. Чем мокроватый, конечно, тут в погребе. Вот такое вот. Так. Картофу. Надо взять картофу. Мешечок. Мешечок картохи. Это яблоки. Вот кое-какие уже погнили, видите. Вот так хранятся. Ну, кое-какие идут там. То шарлотку сделать, то похавать их. Тут вот свечки имеются так же. Ну, вот. Что такие дела, ребят? Давайте сеточку картофи возьмем. Ну, тут я спал месяц, чтобы вы понимали. Спал здесь, когда мне везло. А когда мы менялись, я спал вот здесь. Вот так. Тут еще, видите, меньше места получается. Ну, вот посмотрите по расстоянию, как я тут мог поместиться. Естественно, у меня ноги вот здесь были. Потому что я тупо не улазил. Вот поддон, по ширидам поддона. Ну, как-то можно на поддоне выставить. Видите, как раз ширина поддона, ребят, получится. Так, берем, короче, сетку картохи. И... Так, надо за маленькую какую-то. Вот так закрутил. И погнали. Короче, видите, вот тут завешивались. Это вот... Так вот выглядела вся эта картина. Так, короче, беру сетку, погнал. Видно вам? Не видно меня? Я тут лазаю в погребе, ребятки. Экшен, камера. Погнали. Неудобно, конечно, и снимать, и тащить. Дев, сиди, помогай. Дев Соня! Не хочет помогать сетку картошкине. Тащитесь вот так потихоньку. Раз. Раз. И погнали. Где Зев Соня, наш там помощник? Что надо на вечер картохи? Вон ты там зевал, да? Зев Соня, а глаза светятся только. Так. Раз. Чикс. Все, мы на воле с картошкой. Зев Соня, картофан будешь? Чик. Добытчик пришел. Багир. Ля, шерсть с дыбом, реально. Багира, добытчик тебе картоху принес. Как ты все наделал? Хавай. Хвостяра, ляньте какой. Толстопердовый. Вот и киселек. Очкунула ты, да? Нет, не так. Так, Зев Соня, еще нам надо с тобой ящичек взять там. Погнали. У вас погреб есть? Напишите, ребята. Где вы были первый месяц, когда херачили? Ой, жестко. Может кто-то с Харькова у меня смотрит. Как вам этот месяц вообще запоминающийся, че не запоминающийся на всю жизнь? Опа. Вот такой унитазик. Погнали, пока не рассыпалось все это дело в руках. Зев Соня, будешь капусту? Косточки, скажи, давай, какого капуста? Мясо. Так, сделал, все. Надо идти готовить, кушать. Закрываем погреб. Там внизу было закрыто? Напишите в комментах, кто помнит. Было открыто. Дев Соня, что там? Ты тряпку так и не додрал, да? Не осилил. Так, ребятки, короче, Чемчакую я к соседу. Погнал. Стартую. Надо пойти, героически попить кофе. Ребят, на самом деле, это не сосед никакой. Просто у меня два дома рядом. И я вот это, хожу, видимость создаю. Эти люди просто здесь живут. Ну, помогают по хозяйству. Я не могу тянуть две хаты, сами понимают. Зажиточный, короче, понимают. Просто зажиточный. Молик встречает. Хеу-хеу. Деда, волк отдал, что. Все. Признал. Лампочка, он работает, ребятки. Обзор на канале. Кто там спрашивал, больше пяти часов на максималке. Как меня Молли провожает, чтобы я уходил. Вали вы их куда-нибудь. Ребятушки, готовлю картошечку. Посмотрите, какая красивая. Печется. Сейчас голой рукой достану. Ага. Не, не буду говорить. Так, просили вы в комментариях больше готовки. Тут еще вот замариновал лучок вот такой вот с зеленью. Капусточка в баночке. Тоже вот такая классная, вкусная. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Пьетку себе приготовил. Все, чики-бомбони. Начали на расслабоне. Гурячок варится. Севсу каша. Посуду помою, ребят. Осталось ремонт только доделать. Все, погнали, стартуем. Взвесили дживелину. Весит 3-400 кошка. Норм вес? Напишите в комментариях. Перекус, таксиста, чек. Тазик картошки печеной. И капусточка. Пару кусочков сальца. Так, слегка. На диете, ребятки, на диете. Всем приятного, кто кушает. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду ТОКСИКУЛ-21, вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пу-ку-пу-ку. До новых встреч.